Русского главного героя, там была одноклассница, ну, в японской школе, это не такие вещи, что-нибудь ещё. М-да, вопрос, если можно. Мэй же решил тоже заговорить. Приятно видеть их такими. Это действительно. И зовут Шурки, с вами стоит Карл Джексон, мы опять продолжаем играть в Доки-Доки, леча Артурный клуб, Мир Грёз. Загружаем последнее сходение, которое было аж... Какого? Аж субботу было, 10 сентября, считай 10 дней назад. Что ж, следующее. Привет! Хей, может быть мне не следовало позволять тебе есть весь этот сахар? Хе-хе, я люблю шоколад, я... что я могу поделать? Справедливо. Я даю оба сверху тренера, который стоит тут же хватает. Я просматриваю сверху тренера, освежая себя его содержанием. Бутылочки, я снимаю свой скальп, как крышку с коробки печенья. Там всех моих слов, тайное место хранения. Они как озенькие котята, забавнее кексы, шариков, света рай. Рой. Рой. Я внутрь залезу поглубже, чтоб сковырнуть один рукой. Но на ощупь он тёплый и колючий, не в нёга. Но нельзя время тратить. Бутылку на сохранность его сразу же надо доставить. А бутылку я ставлю на полку, где все остальные стоят. Счастливые мысли, счастливые мысли, счастливые мысли в бутылочках валят. Моя коллекция позволяет много друзей заводить. Каждая бутылочка может любую проблему ищить. Бывает так, что мой друг неважно чувствует себя. Бутылочка спускается вниз на помощь, приходя. Да блин, почему нельзя чуть-чуть, блин, задеть. Ночь за ночью ещё больше снов. Друг за другом ещё больше бутыльков. Всё ниже и ниже мои пальцы опускаются. Будто в тёмном лесу сквозь чашу пробираются. Ройду скребут, пока шаг не найдут. Я сдуваю пыль с бутылочных крышек. Не выглядя, не выглядит так, что срок годности вышел. Моей пустой полки нужно ещё. Мои друзья выглядят через двери и окно. Рейс всё готово, я к вам пускаю друзей. Заходят они и торопливо. Продяю мои бутылочки скорее. Одну за другой ехалочно, достаю я из полки. Раздаю всем друзьям, никого не обделив. Каждую бутылку, всю полку опустошив. Но каждый раз из рук их выпуская, а кафель под ногами спускались они. Счастливые мысли, счастливые мысли, счастливые мысли разлетались на скоке во все уголки. Для моих неулыбчивых друзей они предназначались. Те, где кричат, просят что-то, отчаясь. Но всё, что я слышу, эхо, 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 в своей голове. Кхе-кхе-кхе. Я читаю медленно, чтобы Мейджи тоже мог уловить суть. После того, как я закончу, я жду, пока Сайори закончит наш. Кхе-кхе-кхе. Я... Вау, они лучше, чем вчерашние! У обоих есть какие-то хорошие чувства! У Мейджи было довольно хорошо, не так ли? Они оба хороши. У Мейджи было очень бодрое настроение, и мне это очень понравилось. Ты уверена, что тебе это понравилось, не из-за того, что это написал Мейджи. И, ну, это лишь частично. Но мне хотелось бы думать, что я знаю Мейджи лучше, чем кто-либо другой, понимаешь. Поэтому, когда я прочитал его сиротворение, это не просто стихотворение. Это стихотворение Мейджи. И это заставляет меня чувствовать себя с особенной. Хе-хе-особенной! Как будто я могу ощущать его чувства. Сайори пожимает с тихой груди. Я протягиваю руку и нежно глажу Сайори по волосам. Такой маленький лучик солнца. И... Она может оставить его себе, если захочет. Я и написал это для неё. Мейджи говорит, что ты можешь оставить его себе. Спасибо тебе, Мейджи. Она пытается взять его снова, но я останавливаю её. После того, как мы все закончим делиться. Аня! Твои стихотворение, Карл! Оно всё ещё грустное. А-а-а, я думаю, это мой стиль. Всё в порядке. А? Нехорошо. Она не может тоже беспокоиться обо мне. Я в порядке, Сайори. Правда. Ты уверен? Чёрт возьми, она довольно проницательна. Я должен успокоить её. Правда, я в порядке. Действительно? Это лучшее, что ты мог сказать? Тупица! Чёрт возьми, если ты так говоришь. Я не уверен, что она тебе веет. Я был бы удивлен, если бы она мне поверила. Она необычайно проницательна им в отношении чувств других. Не помогает и то, что моё стихотворение было до боли очевидным. Да, это было довольно глупо. Эй! Фальшивый шум. Чё за фальшивый шум? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот это да. Ты? Давайте уйдёмся к стихотворению. А, да! Ну и что? Какая критика? Ну, я не очень развиваю, в том, что хорошие стихи или плохие. Но именно поэтому я просто доверяюсь своему сердцу. Если это заставляет меня что-то чувствовать, это должно быть хорошее стихи. Кстати, какие стихи тебе нравятся? Ну, мне нравятся счастливые стихи, но и грустные тоже. Нет, мне больше нравится их сочетание. Какое слово я ищу? Слащаво-гойкий. Слащаво-гойкие стихи довольно сильны. Хотя я не вижу, чтобы ей нравились грустные стихи. Канемея, раньше я этого не замечал. Мы же не думаем, что ты из тех, кому нравятся грустные стихи. Но мне больше всего нравятся счастливые стихи. Но иногда, когда у вас в голове маленькие сырые точки, грустные стихи, может обнять эту точку и создать счастливую радугу. Кхм, это хороший способ выразить это. Очень поэтично. А, это? Может быть, я всё-таки лучше выражаю свои чувства? Спасибо, Мэйджи, спасибо, Карл. Я беру из стихи. Что ж, почему бы нам не перейти к твоему? А что, что вы думали? Мэйджи? Кхм, Сайори, ты действительно это написала? Я передаю сообщение. Конечно, я это сделала. Разве я не говорил тебе вчера, что собираюсь написать лучшие стихи на свете? В последнее время я действительно соприкасаюсь со своими чувствами. Я могу сказать, что это очень хорошее стихи. Также оно довольно грустно, если не обращаю внимание на счастливые мысли. А? Что ты имеешь ввиду? Ну, я имею ввиду, посмотри на лирического героя. Он так много отрывает от себя, чтобы сделать других счастливыми. Но где для него остается счастье? Но в целом, очень хорошее стихотворение. Ты должна гордиться им. О, спасибо. Я чувствую, что... Я чувствую, что должна была выразиться таким образом. Это даже помогает мне немного лучше понять свои собственные чувства. Письмо похоже на волшебство. Ты совершенно не представляешь. Писать это самое лучшее. Я буду поражать писать, пока не умру. Прекрати ставить флаги смерти. Будем надеяться, что это будет очень долгая и счастливая жизнь. Я с нетерпением жду возможности прочитать твою книгу стихов, как и Мейджи. О, да, это так. Кроме того, могу ли я оставить ее стихотворение? Может ли Мейджи сохранить твое стихотворение? Да, конечно. Мне нужно показать это самим щелем Клюба, но потом ты сможешь. Здорово. Увидимся позже. Пока. Она уходит. Я решаю на этот раз пойти навестить Нацуки. Похоже, она ждала. Это за ерунде достаточно времени. О чем я говорю Сайои? Стихи. Силдейн? Она оказалась расстроенной. Казалось. Отвечаю. Я не расстраивал ее. Хорошо. Зазывайте посмотрим эти два стихотворения. Она бьет наши стихи и я читаю их для Мейджи. Их? Ладно. Эмми любит пауков. Вот что я слышал об Эмми. Она любит пауков. Мерзких, гадких, волосатых. Не станут с ней возиться из-за ее друзков. У Эмми милый певский голос. Мою любимую она песню поет. Каждый раз, как хуй я слышу, мое сердце выгодит. Но она любит пауков. Не подружусь я с ней. Мой выбор таков. Однажды я ногу больно усыбла. Эмми мне помогла до Лазареса зайти. Прикасаться к ней мне было противно. Она грязна, росли по нраву Буки. Так что друзей мне с ней будет сырно. У Эмми много друзей. Она всегда стоит внимание. О пауках она заводит много детей. А вдруг пауков подвезет ее компания. Никогда не быть нам подругами с ней. Какая разница, что у нее ведет другие уличения. Какая разница, что она не говорит о них. Какая разница, что они все безобидны. Эмми не может быть простенья. За соседственными сваями нет вправданий никаких. Ни зубы есть лучше без пауколюбов. Это остеризно. И я собираюсь всем Лазарес скрыть. Эй, у меня есть вопрос. Да, давай. Да, я знаю, мы читали это когда играли в игру, но... Что это значит? Что ж, многие поклонники игры считают, что она имеет два значения. Она или оно? Она. Некоторые думают, что Эмми это отсылка к Юри, а пауки отсылка к ее увлечению. Другие думают, что нацуки пишут о себе и своей любви к манге с точки зрения постороннего. Мы, кстати, видели Эмми. То есть ту самую зеленоволосую девушку. Даже в Доки Доки РПГ это было обыграно. Вот. И в этом, скажите, кто он? Мод был, русский сюрприз. Там тоже у главного героя. Русского главного героя. Там была одноклассница. Ну, в японской школе. Это в такой же школе. Ее тоже звали Эмми. Она тоже была зеленоволосая. Тогда она пишет о себе и своей новой любви к манге с точки зрения постороннего. Что ж, она скоро все объяснит. Наконец нацуки заканчивает читать наши стихи. Она не выглядит счастливой. Фу! Это вообще не должно было случиться. Почему злые эмоции просто быть плохими в этом? Мои стихи должны произвести впечатление на вас двоих, а не наоборот. Нацуки? Ты только что сделала нам комплимент? Нет! Я имею в виду... Ты знаешь! Нацуки немного сопротивляется. Пока она пытается придумать управлять, я нажимаю на атаку. Подожди! Отойди немного назад. А? Ты пытаешься произвести на меня впечатление. Но вчера ты ненавидела меня до глубины души. Сколько раз я должна себя повстоять? Стоять я не ненавижу! Я... 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 Вот Дима, я сказал, что это не то. Думаю, что она чувствует себя виноватой из-за вчерашнего. Нацуки. Мне очень жаль. Это было совершенно не межливо с моей стороны. Что ты можешь сказать нам о наших стихах? Кто мы такие, чтобы это требовалось? Да. Я не знаю, как весь Юлисер говорит о её творчестве. Мне не нравилось слушать себя обделённой. Это намного честнее, чем я ожидал. Реально. Мне жаль, что я заставил тебя чувствовать себя обделённой. Я постараюсь не делать этого в будущем. Мы оба постараемся. Хм. Хорошо. Так... Что ты ещё можешь сказать нам о наших стихах? Кто мы такие, чтобы это требовать? Члены королевской семьи? Действительно. Они не так уж и плохи, не так ли? Ну... Просто... Карл, ну мой вкус... Засрешение слишком вытруно. Но это не такое, как у Юли. Я всё равно вижу его посыл. У Мэйзи... У Мэйзи... У Мэйзи же стих попрост... У Мэйзи... У Мэйзи же стих попростее, но в нём и тот весь ясно. У Мэйзи смысл. Она хихикает. Ваш взаимбросов повезло, знаешь ли. Повезло нам... Писать какие-нибудь стихи. Не привыкай к этому. Вам взаим не всегда удастся писать такие хорошие стихи. Я имею в виду... Они плохие. Нет, я имею в виду... Я не думаю, что наши стихи хорошие, а? А? Нет! Почему ты улыбаешься?! Нацуки пихает из стихи оброна ко мне. Да, давай я ему слишком послужную серию, ладно? Она определённо милая. Подождите, её плитки изменились. Куда делать её мнение о том, что наши стихи всё-таки плохие? Снай, ты иногда такой странный. Я не буду, я обещаю. Но в любом случае, ты собираешься сказать мне, что ты думаешь сейчас, верно? Не забывай, кто на сессии профессионал. Юрий профессионал. На, мэм. Но это определённо длиннее, чем вчерашнее. Сделать он был слишком коротким. Я просто разменялась. Надеюсь, я не думал, что это лучшее, что я могу сделать. Я встаю и принимаю драматическую позу. Это даже не была твоя окончательная форма. Ха-ха-ха! Серьёзно! Виновен по всем пунктам обвинения. В любом случае, продолжайте. Я сажусь обратно. В любом случае, послание в этом сферсвоении довольно промилейно. Я сомневаюсь, что мне нужно что-то объяснять. Но ты всё равно собираешься это сделать, верно? Да. Вот оно идёт. Я взял эмоции и объяснил сложные проблемы с помощью гораздо более простых аналогий. И это помогает людям понять, насколько они глупы. Мол, любой согласится, что тема сообществения – не вредственный придурок. Что ж, это правда. Я описал это, чтобы легко общаться. У каждого есть какое-то странное хобби или необычное удовольствие, кажется, сопротивленным и неприятным для других. Несно, что ты боишься показать, ведь если другие узнают, что они будут смеяться над собой и думать о себе хуже, нужно просто сделать людей глупыми. Кого волнует, что кому-то нравится, пока они никому не бесценят звезда, если сделать их красивыми? Я думаю, что людям действительно нужно обучиться в глаза других за то, что являются странные версии. Я согласен с вами до определённого момента. А? Что же имеешь в виду? Некоторые увлечения, которые есть у людей, могут быть саморазрушительными. Две увлечения манго и выпечка – это не так. Но есть ещё несколько интенсивных увлечений, которые могут быть вредными. Я никогда никого не буду судить за их симпатии или антипатии, ведь они такие, какие есть. Но дело в том, что некоторые хобби опасны и не могут привести к тому, что любитель пострадает. Я понимаю. Не рада, что вы можете расценить такой вид письма. После слова, если запеем, две все разные завтра снования, хорошо? Буду ждать. Даю слово. Я поворачиваюсь и вижу, что Юри смотрит на меня. Привет, Юри. Надеюсь, после этого у тебя всё будет хорошо. Ты знаешь. А, нет. Теперь мне гораздо лучше. Могу ли посмотреть, что вы двое написали сегодня? Конечно, вот. Я вручаю и два стихотворения. Она начинает считать наши, а я её. Енот. История эта случилась поздно ночью, когда бутибродами прикусить мне захотелось очень. У меня внимание привлёк один енот. Он с окном шноел, что видит, подберёт. Как помню сейчас, свои странные наклонности я тогда заметил в первый раз. Кусочком хлеба я с енотом поделилась. По осознаниям её с последствием смирилась. Осознала она, что, набив живот, ещё не раз ко мне придёт енот. Пленяющая ножа красота первым симптомом была. Хлеба куски моего любопытства поиски завёк соблазнный исток. Тиски. Любопытство тиски. По мере того, как росла луна, всё больше света отражалось от лезвия ножа. Того же света, что мерцало в моего пушистого доллых глазах. Ежу хлеб, свеж и мягок он. Полосатый звёк всё сильнее возбуждён. Если и возможно, то мои эмоции беспокойные, спроецированные на енота довольного. Енот стал упрям. За мной теперь следует по пятам. Или, как ещё можно сказать, мы в компании друг друга привыкли пребывать. Аппетит за века растёт день от дня. Мой хлеб выручает во все времена. Каждый раз, как ножик бьёт моя рука, енот в возбуждении скачет туда-сюда. Кровь приливает классический рефлекс. Павлов в силу вступает. Ежу хлеб, не смеша, и снова насыщаю себя. Я откладываю стих и вижу, что Юри всё ещё читает. Похоже, она сейчас читает стих Мэйджи. Проснись, Юри, ты обосралась. О! Извини! Я забыл, что нужно что-то сказать. Я хихикаю. Всё в порядке. Сегодня довольно необычная встреча. Не торопись. У нас нет котлетки. Ни с макарошками, ни с пирожками. Через пару секунд Юри успокаивается. Могу ли начать серд... Ладно. Могу ли начать серд... Могу ли начать сердворение Мэйджи? Конечно. Спасибо, Карл. Спасибо, Карл. Итак, Мэйджи, это первый раз, когда ты бишь сердворение, верно? Что ж. Да. Почему ты спрашиваешь? Я передаю сообщение. Я просто хочу убедиться. Я поняла это, как просчитала его. Не могла бы ты объяснить Мэйджи, что имеешь ввиду? Юрий снова начинает разговор Мэйли. Юрий снова начинает разговор Мэйджи. Это на самом деле неплохо для первой попытки. Есть несколько довольно простых схем и в мовке, но тебе... Тебе... Тебя не в чем винить. Просто существуют... ...переделённые писательские привычки, которые обычно характерны для новичков. И проходя через это сама, я вроде как научилась помечать их. Я думаю, самое заметное в стиле их новых писателей, это то, что они стараются сделать свой стиль продуманным до мелочей. Другими словами, они, как правило, выбирают стиль письма отдельно от темы и не формируют их вместе. Конечным результатом является то, что и стиль, и выразительность ослаблены. Она говорит, как эксперт. Её за экране прошло. Она может и не такой. Когда она заводит разговор на тему, которая ей нравится, она может забыться и говорить безумно очень долго. Но, как я уже сказал, это не то, в чем тебя можно винить. Существует так много различных навыков ретерник, которые используются при написании даже простого сверхтворения. Не просто найти их и создать, но и заставить их работать вместе, вероятно, самая сложная часть. Это может занять у тебя некоторое время, но всё это приходит с практикой, обучением и освоением новых вещей. Я также надеюсь, что все остальные в клубе дадут ценные советы. Нацуки, может быть немного предвзяты, хотя... Предвзяты? Что ж, я думаю, что каждый здесь по-своему предвзят. У всех нас есть свои симпатии и антипатии. Хм? Конечно, Нацуки любит милые вещи. Это влияет на то, какую литературу она любит и не любит. Но тот же принцип применим ко всем здесь. Я только что разговаривал с Сайой. Она говорит мне, что ей нравится слащаво-горькая литература. Такие истерпения заставляют ощутить те чувства, что ей нравится. И потом, если ещё ты... Родишь, как ты проходила ко нам в Вартроник? Ты сказала мне, что тебе нравятся глубокие и сложные миры. И это действительно видно в твоих стихах. Да, это правда. Мне всё равно не следовало этого говорить. Всё в порядке. Мы все иногда говорим такие вещи. Что-нибудь ещё? Да. Вопросы, если можно? Да. Ошибались ли я? Предполагаю, что это следствие не для Сайой. Ну и ну. Неожиданные события и вопросы прямо-таки преследуют меня. Кхм. Я хитро ухмеляюсь. О, да. Так и есть. Кхм. Предатель. Тише. Её сейчас здесь самое надёжное. Она не расскажет. Кхм. Это мило. Твой секрет со мной в безопасности Мэйджи. Ммм. Ненавижу тебя. Неа. Я тебе нравлюсь. И ты знаешь это. Айм гей. Так что насчёт. Так что насчёт моего стихотворения. Ты определённо написал какое-то время. Ты определённо написал какое-то время. И это заметно. Твоё вчерашнее стихотворение было довольно необычным. Но сегодня ты написал очень сильное, сильное произведение. Не, чуваки. Я только сейчас понял. А какого хрена она не спросила его когда первое стихотворение он написал типа Мэйджи. Или чё. Или не Мэйджи написал тогда. Типа это второе стихотворение они друг другу раздают блин. И почему она в первый же день его не спросила. Это твоё первое стихотворение? Нет, она не спросила так. Она во второй раз спросила. Чё за чё? Пебец. Я был вдохновён за тобой и всеми остальными. Я хотел создать более яркие образы и оставить стихотворение настолько несколько открытым для интерпретации. Прямо как в твоём вчерашнем стихотворении. Юли заметно сглатывает. А чё она сглатывает? Что она сглатывает? Вот что она сглатывает? Додумывайся. Додумывайся. Даже её руки кажутся потными. Ещё больше додумывайся. Додумывайся. Подожди. Я иду по роду Юли. Нет. Потому что другим тоже понравились стихи. Странно. Я не привыкла к этому. Юли, ты в порядке? Я не знаю. Я даю время, в котором она нуждается. Юли пьёвое дыхание собрается с мыслями. Да. Просто быть оценённой вот так, я думаю, наверное, это звучит действительно глупо. Но видеть кого-то, мотивированного моим стихом, это просто составляет меня по-настоящему радоваться. Я знаю, что мы играли в эту игру и всё такое, но серьёзно, она не похожа на человека, который не делится своей работой. Подожди. Ты когда раньше не делилась работой? Юли кивает. На самом деле, я пишу только для себя. И кроме того, люди просто посмеялись бы надо мной. Я мягко улыбаюсь и немного понижаю голос. Я что, смеюсь над тобой? Другие члены клуба смеялись над тобой? Юли медленно качать головой. Я понимаю, что ты чувствуешь. Страшно делиться чем-то таким неинтимным, как стихотворение, но выслушай меня. Никто здесь не стал бы смиряться над тобой. Мы все здесь друзья. Друзья поддерживают и заботятся. Мы оба никогда не стали вздеваться на твои работы, как те хулиганы. Ты так думаешь? Я это знаю. Твоя работа в этом клубе всегда будет оценена по достоинству. Спасибо, Карл. Что ты думаешь о моём стихотворении? И вот в этом я пытался выражаться немного смелее, чем во вчерашнем. Действительно. Это удивительное стихотворение. Гораздо более метафорично. Я предполагаю, что это больше тот стиль, к которому вы привыкла. Кхм-кхм-кхм-кхм. Использование стихотворения в качестве холста для выражения ярких розов и передачи эмоций через них. Я хотел выразить какого это для меня? Предаваться... Предаваться своим более необычным увлечениям. Резко. Чёрт! Мы должны помочь ей! Мы сделаем это. Это такие вещи, которые обычно нужно держать при себе. Поэтому мне иногда нравится писать о них. Кхм-кхм. У всех нас есть хобби, о которых неловко говорить. Одним из них было то, что я коллекционировал ножи. Я как раз продавал их перед тем, как очутился здесь. Ты коллекционировал? Честное слово. Чёрт побери. Коллекционировал... Ножи? Да. Мне было страшно признаться в этом. Я боялся, что меня существует тем психом, что рано или поздно устроиться в целебу в школе. Однако, когда мне исполнилось 17, я не побоялся признаться в этом. Конечно, мои бывшие одноклассники подразили меня за это, но не слишком сильно. Жаль, что у меня нет возможности с ними подружиться. Три бывшие одноклассники кажутся хорошими людьми. Присутствие таких людей в твоей жизни должно быть довольно приятным опытом. Что ж, у тебя тоже есть друзья. У тебя уже есть друзья. У тебя есть я, Мэйжи и другие члены клуба. Они бы никогда не осудили тебя. Это чертовски прав. You got them right. Я хихикаю. Мэйжи... Мэйжи только что согласился со мной. И я точно знаю, что Нацуки тоже бы так поступила. Нацуки? Почему? Нацуки тоже писала о чём-то подобном на самом деле. О том, что кого-то высмеивают за странные интересы. А? Она? Она написала? А ты не читала? Хихихих. Я читал её стихотворение, но должно быть пропустила эту часть. А, ну так. Да. Мы немного поговорили об этом. Она говорила, что не имеет значения, чем ты интересуешься, пока ты никому не причиняешь вреда. Она? Она... Она права? А? Я имею ввиду... Она действительно так думает? Да, действительно. О, это... Слушай, это интересно. Мне она показалась человеком, который бы посмеялся над моими увлечениями. Но я полагаю, что это моя вина в том, что я осуждаю, не так ли? А пожалуйста, не говори, что я это сказала. Кхм... И всё в порядке. Если честно, было бы логично, если бы ты подумал про это. Я тоже иногда виноват в таком мышлении, но нам просто нужно извлечь уроки из-за этого опыта и помнить об этом. И пожалуйста, знай, что я никогда не буду судить себя за твои увлечения. И никто другой здесь тоже не стал бы. Хорошо. Что ж, спасибо, что поделился этим со мной. Ты хорош во многих вещах. Пишешь. Слушаешь. На самом деле, не так много таких людей, как ты, Карл. Я приму и так за комплимент. Я улыбаюсь ей. Это просто то, что я чувствую. Я никогда не думала, что буду чувствовать себя так комфортно, отделяясь своим творчеством. Но теперь я почти чувствую, что с нетерпением жду этого. Это действительно приятное чувство. Я должна благодарить тебя за это. Юя искренне улыбается мне, а ее рубость исчезает. Я тепло улыбаюсь ей в ответ. Всегда рад помочь. Но это было неловко. Что ж, это был интересный повод событий. Это похоже на то, что игра не может решить, к кому я обращаюсь. Надеюсь, Гарем Руту не будет конца. Иначе была бы полная неразбериха. Ну, учитывая отсутствие игры в свертоянии, я предполагаю, что это импровизация. Интересно. И вообще это мини-игра. Странно. Может быть, Моника знает. Что, ломаешь все за стены? Ну, типа, да. Ладно. Я начинаю брать свои вещи и пока обдумаю это. Моника продолжат говорить о своих стирах, я вижу, как Юи подходит к Нацуки. Ооо. Я надеюсь, что они не собирают ввязываться в драку. Я подхожу к ним на всякий случай. Дамы. Все в порядке? Юи и Нацуки смотрят на меня снизу вверх. Ха-ха. Карл, еще раз здравствуй. Эй, там. Что происходит? Жене. Собираешься начать драться, не так ли? Нет, ты молдан. Ты просто рассказывала мне кое-что. А? Что? А, ну это... А стихты не Нацуки. Я как раз спрашивал ее об этом. А, я вижу. Я думаю, она не хочет, чтобы Нацуки разозлилась на меня за то, что я рассказал об этом Юи. Вот что интересно. Приведет ли это к пляжным стихам? Что ж. Кхм. Стоп. Отвечая на свою посту. И да. Я имею ввиду, что люди, которые в сути других названий хобби глупы. Если ты делаешь это сам, если никому не вредит, то что проблема, а? Юи выглядит удивленной. Ух ты. Я не знал, что такое можно сказать. Что это должно сказать? Я не имел ввиду. Я... Угу. Эй. Все по-реански. Я тоже не могу взломаться в том, как себя вела, особенно вчера. Так что, не очень так. Что ж. Это было неожиданно и приятно. Хм. Неожиданно и приятно. Эх. Ах, чуваки. Голос садится. Нацуки только что извинилась. Чертовски странно. Ну, я... Я согласна. Эх. Я... Я имею ввиду, послание твоего усердствения, а не... Ммм. Что связки? Я понимаю. Проложай. Юи делал глубокий вдох. Ты абсолютно права, Нацуки. Множество увлечений никому не повредят. И... Это никого больше не касается. Рада, что ты хоть... Что мы хоть с солнцем пристиг согласию. Да. Мне тоже приятно это знать. Кхм. Никол, какое сохранение? Только бы... Не то, не это. Да? Да. Пока обе девушки общаются между собой... Мэй же решил тоже заговорить. Приятно видеть их такими. Это действительно так, но... Что? Это может повести к пляжным стихам. Пляжным стихам? Один раз в Гею и Нацуки пишут на одну тему. В случае, если игрок проходит рут за Йои. Хм. Ладно. Эй, у меня есть идея! Да, я тоже так думаю. Момент истины. Что же это будет? Три... Два... Один! Давай напишем на одну ту же тему! Вот это то, о чем я и говорил. Поздравляю! Вы открыли Америку! А? Пускай так будет. Девушки выглядели шокированными тем, что у них, похоже, была одна и та же идея. Эм... Мы только что-то подумали об одном и том же. Похоже, что да. Я верну. Было бы довольно забавно, если бы мы могли написать сихий на одну тему. Хм. Полагаю, так оно и есть, да? Итак, о чем ты хочешь написать? Хм. Натуски напряженно думает. Затем словно вспомню, что я здесь, смотря на меня. Карл? Здесь как ему следить? Я? Заболзан! Хм. Что мне делать? Должен ли я позволить им решать? Лисовому решить за них? Кхм. Что ж. В это я не должен вмешиваться. Ну, раз это была твоя идея, разве не ты должна придумать тему? А? Да что такое? Давай, Карл! Нет, Натуски, он прав. Помнишь, что случилось вчера? Хм. Хм. Будет лучше, если Карл и мы не станут в этом участвовать. Я думаю, она не хочет, чтобы ей напоминали. Хм. 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 За. Облагаются права. Извини, Карл. Все в порядке. В этот момент Натуски оценила. У меня есть идея. А? Какая? Заболем писем о пляже. А? Почему это? Потому что пляж после сальфи. Ну что ж, меня это устраивает. Даже если немного безумно. В смысле? Ничего. Нет. Что ж, это был сюрприз. Я не ожидал, что буду участвовать в этой дискуссии. Так странно. Что происходит со сценарием? Вот. Теперь сохраняемся. И на этом пока что все. Пока.